Друзья, приветствую! В этом видео мне хочется вместе с вами поговорить о том, как можно разнообразить композицию, перенеся мелодическую линию с верхних ноточек на нижние, на басы. А верхние ноты пусть у нас выполняют функцию аккомпанемента. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, мы с вами сейчас парочку-тройку композиции возьмем, наиграем по нескольку фраз, и я думаю, что все точки над «и» мы расставим. И вы смело можете практиковать этот прием в своей игре на гитаре для того, чтобы придать контрастности композициям, которые играете. Например, часть мелодии сыграть наверху, часть внизу. Давайте начнем с композиции, которая у многих из нас на слуху, и возьмем для начала мелодию, тему из кинофильма «Крестный отец». Вот так она звучит наверху. Ну и так далее. Продолжать не будем, потому что уже тема понятна. Теперь давайте попробуем сыграть эту же мелодию, но только уже в басовых нотах. Вот мы начинаем с ноты «Си», «Си», «Ми», «Соль», и у нас нота «Си», вот она в басу. Попробуем запустить темп такой, пускай у нас будет, как бы аккомпанемент. И поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одну возьмем мелодию в другой тональности, пусть это будет мелодия «Подмосковные вечера». Давайте опять-таки наверху наиграем для того, чтобы освежить мелодию в памяти. Вот таким образом. А теперь перенесемся в бас и поиграем вот «Ля», «До», «Ми», «Ля», «До», «Ми». Вниз перенесем мелодию на басы и посмотрим, что из этого получится. Музыка Ну, я думаю, понятна уже идея. И еще давайте одну мелодию возьмем. Например, на триоле это всем известный нам «Романс Гомеса». Вот как он звучит в оригинале. Возьмем на верхних ноточках в ми миноре. Ну и так далее там уже. Думаю, всем нам известная мелодия. Теперь давайте попробуем перенести ее на басы. Мы начинаем с вами с ноты Си. И вот она у нас, нота Си. И попробуем сохранить эту же модель, когда мы триолями. Раз, два, три, раз, два, три. И попробуем сыграть на басу. Музыка Ну, я думаю, что идея понятна. Поэтому можете экспериментировать во время игры. Если пишете свои аранжировочки или подбираете мелодии. Подобрали, сыграли наверху. И для того, чтобы придать контраст, можно часть наверху сыграть, часть внизу, куплет внизу, а припев наверху. Или наоборот, куплет наверху, припев внизу. Так что экспериментируйте. Применяйте этот приемчик в своей практической игре на гитаре. Если эта рекомендация показалась вам полезной, обязательно ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Жмите колокольчик, чтобы быть всегда в курсе, как только появляются видео на этом канале. И делитесь этим видео в социальных сетях. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok